Тебе надоело считать мелочи, кому-то подчиняться? Ты считаешь себя лидером? Твой путь – стать директором. А сегодня мы как раз таки и узнаем, нужно ли директору приходить на работу вообще, как справляться с конкурентами и какой путь нужно пройти, чтобы стать руководителем. Let's go! Здравствуйте! Здравствуйте! А скажите, с чего у вас начинается вообще день? Мой день начинается с тренировки. А говорят, что директору не обязательно даже появляться на работе. Это так? Ну, это не совсем так, потому что все процессы, которые происходят в компании, их запускаю я. И я их же и контролирую. То есть, если обычный человек, бухгалтер или менеджер, он уходит с работы, его работа заканчивается, то для меня работа не заканчивается. Она происходит в режиме 24 на 7. А скажите, а зачем вы каждый день занимаетесь спортом? Я занимаюсь не каждый день, а три раза в неделю. Но вообще быть в форме – это одно из требований бизнеса. Потому что часто бывает, что встречи с деловыми партнерами или поставщиками проходят в формате каких-то спортивных мероприятий. Это могут быть горные лыжи, байк или что-то еще. А после часовой тренировки какие у вас дальше планы? На сегодня у меня по плану оценка строительных работ, несколько вопросов на производстве и два совещания. Определите, пожалуйста, плюсы и минусы работы директора. Главный минус в том, что я не всегда решаю, где мне быть и что делать. Потому что, например, на свой день рождения я буду на стратегической сессии компании. А с другой стороны, благодаря этой работе я много путешествую и общаюсь с интересными людьми. А на семью хватает времени? Знаешь, Стив Джобс сказал, что работать надо не 12 часов, а головой. Вообще у нас сейчас ремонт, поэтому в моем кабинете сегодня сидит бухгалтерия. Пойдемте покажу. Здравствуйте. Да, и выглядит это как-то так. Сколько лет вы уже директор этой компании? Я работаю директором этой компании уже 8 лет. Я стала директором, когда мне было 26. Как развивалась компания, пока вы были директором? Когда я стала руководителем этой компании, она была убыточной. В ней работало всего 5 человек. Сейчас эта компания зарабатывает миллионы, и ее оборот увеличился в 22 раза. А вот какие личные качества должны быть у директора, чтобы компания пришла к успеху? Речь идет не о личных качествах, а о умении работать с людьми. Деньги делают люди, а большие деньги делают правильные люди. Задача директора или любого управленца этих людей найти. У меня работают прекрасные, правильные люди, которые позволяют моему бизнесу зарабатывать деньги. Это, собственно, и есть мой талант находить таких людей. А правда, когда все люди найдены, все хорошо, отлажено работают, то можно остановиться и поглощать плоды? К сожалению, такого момента не бывает. Мир очень динамичный и очень быстро меняется. Даже для того, чтобы стоять на месте, оставаться на одном и том же уровне, нужно быстро бежать. А если ты хочешь развиваться, то надо бежать еще быстрее. Зачем мы сюда приехали? У нас сейчас встреча с начальниками отдела. Будем подводить итоги прошлой недели и строить планы на это. А скажите, кем вы хотели стать в детстве? И вообще, опишите вот этот путь от своего начала карьеры до директора. В детстве я хотела стать биохимиком, хотела быть ученым. Потом хотела стать дизайнером. И какое-то время я даже работала ландшафтным дизайнером и дизайнером по мебели. Учителем иностранного языка. Первая моя работа — это школа. Потом я работала переводчиком, работала менеджером по логистике, таможенным брокером, начальником транспортного отдела. Ну, а кем работала, перейдем к стать директором. Как поначалу было трудно? Или все легко удалось? Ты знаешь, я знала, что делать. Не было такого непонимания, куда идти. Когда ты знаешь конечную цель, знаешь, какими это средствами достигать, это только вопрос времени. А нервно это вообще работа быть директором? Для меня нет. Ты нервничаешь только в том случае, если ты не на своем месте. Какие риски связаны с этой деятельностью? Ну, это рисковая деятельность. Всегда могут убить, посадить и признать недееспособным. А убить-то можно? Всегда будут люди, которым ты не нравишься. В последний раз это были наши местные ополченцы, которые завалились в самосы с автоматами. А вы вот считаете себя успешным директором? Да, считаю. Я считаю себя успешным человеком, потому что я делаю любимое дело, и мне за это платят деньги. И напоследок продолжите мою фразу. Быть директором – это. Это образ мышления. Круто, спасибо. Пожалуйста. Оказывается, руководить людьми не так-то просто. Но если все-таки суметь, то считать будешь уже не мелочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова